Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Хочу показать свой результат. Год назад я снимала видео. Вот из этого буген видео я формирую банд сайт. И посмотрите какой результат. Ну, во-первых, как она цветет. Корни стали утолщаться. В прошлом видео я говорила, что буду держать вас в курсе, как у меня эта бугенвилья развивается и что с ней происходит. Но сейчас за год уже, конечно, подзабылась, что я с ней делала. И я вам сейчас напомню. Буквально 2-3 минуты из прошлых видео. А потом продолжим и я расскажу, какие у меня планы на это растение. Буду делать бонсай из бугенвилья. Я вот такой более плоский горшок выбрала для бонсая. То есть, она у меня сейчас вот такая неприбранная. Большая. Сейчас здесь пенопласт уберу. То есть, я половину корней, даже больше, сейчас буду вообще убирать эти мелкие корешочки. Так, сейчас я ее полностью стараюсь разобрать. То есть, мне нужно найти у нее такие довольно-таки крупные корешочки. Видите, я убираю ей корневую вместе с землей. Бугенвилья очень такая, могу сказать, живучая растение. Вот здесь как раз я вижу у нее корешочки. Вот здесь вот такие вот толстенькие. Бугенвилью нужно просушивать. Ей не нужно постоянно делать увлажненный грунт. Ей полезно делать пересушку горшочка полностью. Ну вот, что у меня уже получается. Я хочу, чтобы у нее стволик был и какие-то корни поверх утолщались. И когда убираешь вот такие корешочки, вот так вот чистишь, у нее утолщаются корешочки вот эти вот основные, что нам и нужно. Сейчас я еще их промою, корешочки, чтобы мне было видно. Это, конечно, потребуется время, чтобы нарастить корешочки такие толстенькие. Года два минимум, то и больше. Просто я хочу уже, чтобы вот эти вот корешочки у нее были на леду. В общем, понадобится проволока. Я их сейчас там зафиксирую. Сейчас еще одну сюда вот притяну. И их вот так вот просто загну, чтобы они не вылезли. Это чтобы зафиксировать свои растения, потому что оно самостоятельно не сможет стоять. И вот теперь мне нужно ее будет вот так вот зафиксировать, чтобы она держалась с одной стороны. Ну, то есть это временно, потом проволоки этой здесь не будет. И теперь корешочки нужно разложить. Но это не конечная пересадка, то есть ее нужно будет приподнимать постоянно и смотреть за корешочками, как они развиваются. Но они должны вот здесь вот утолщаться. Так. Ну, начнем, наверное, с этих вот. Я просто не пойму, как ли. Ну, вот я ей некоторые веточки подрезала, пока решила ее оставить так. А потом посмотрю. Буду держать вас в курсе, как она у меня развивается. Ну, продолжим видео. Вот такая красавица получилась. Я считаю, что результат прям вообще хороший. Посмотрите, сколько у нее цветных прицветников, еще сколько нераскрывшихся прицветников. То есть у нее цветение вот началось, и она будет свистеть все лето. Хотя она и в том году уже цвела у меня. После этой обрезки, обрезка была где-то весной, а в конце лета она уже у меня цвела. Это у меня Бугенвилье сорт Глабра. И многие знают, что именно этот сорт в квартирах и в помещении очень плохо цветет. И все же я ее вынесла на веранду вот ранее весной. И посмотрите, какая красота. У нее прям яркие такие прицветники. Красотка, конечно. Хочу вам показать здесь корневую систему. Вообще она сидит у меня в таком плоском горшочке. Смотрите, какое пошло утолщение корней. Я уже говорила, что я формирую бонсай. То есть мне нужно нарастить ей такие толстые, хорошие формы корней, чтобы потом приподнять. Эта Бугенвилья у меня выращенная из моего черенка. И поэтому мне приходится ей наращивать корни, чтобы они имели форму какие-то. Если бы это, конечно, взрослое растение было, то тогда бы было проще. Там просто можно было корневую очистить и посмотреть, и сразу приподнять. И вот, пожалуйста, бонсай получился в плоской, естественно, посуде. Как вы видите, здесь у меня еще проволока. Я ничего не доставала. Я не хочу ее доставать. Просто я хочу ее вот это лето, чтобы она еще здесь посидела. Грунт, естественно, скудный, очень скудный. Одни корни. Я уже даже вижу, что у меня там из горшка тоже виднеются корни. Видите? В общем, до осени она у меня будет расти, как растет. А осенью я посмотрю, что у нее там с корневой системой. Обязательно сниму видео. Может быть, и придется еще какие-то корешочки подрезать, чтобы силы было больше вот у этих корней, которые вот здесь прям видны. Чтобы они сильнее развивались и утолщались. Горшочек я менять ей не буду. Я ее оставлю в этом горшочке. Он очень хорошо смотрится. И, в принципе, я и говорю, что он не глубокий. Тем более, у меня же там еще и дренаж. То есть, тут грунта практически нет. Я, в общем, довольна своим результатом. Мне нравится, как она развивается. И цветение у нее обильное. Ну, вообще, для бугенвилии, если кто не знает, обрезка это, конечно, очень хороший стимулятор для цветения. Если у кого-то не цветет бугенвилия, конечно, это нужно делать все обрезкой. Обрезать, не жалеть. Это лиана. Она очень быстро растет. И омоложение корневой системы. Это тоже хорошо очень действует на растения. Я это уже и говорила. У меня видео тоже есть, как омолодить корневую систему. В общем, если кому интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Вы же сами видели у меня в видео, как я ей сильно прям чистила корни. Практически оставила совсем немного корневой системы. И она прекрасно, прекрасно перенесла. И я говорю, в скором времени она уже зацвела. После той даже обрезки. Из комментариев я уже знаю, что многие подписчики уже заболели, можно сказать, этим растением. И уже многие приобрели. Так что, я думаю, уже научились укоренять сами. И, видимо, уже все равно черенки есть укорененные. Так что, можете пробовать, экспериментировать. Вот с бугенвилями тоже очень интересно. Не только с адениумами, но и с другими растениями тоже очень интересно формировать корневую систему. Так что, дерзайте. Не бойтесь ничего обстригать, резать, чистить корневую систему. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok